После этого Иисус отправился на ту сторону моря Галилейского, или Тевериадского, как его еще называют. За ним следовало множество людей, потому что они видели его чудеса исцеления больных. ПОДПИШИСЬ! И Иисус поднялся на гору и сел там со Своими учениками. Приближался праздник Пасхи. Иисус посмотрел вокруг и увидел, что к Нему идет множество народа. Смотрите, вот он! Где нам купить еду, чтобы накормить этих людей? Он сказал это, чтобы испытать Филиппа. Сам он уже знал, что будет делать. Нам и 200 динариев не хватит, чтобы каждому досталось хотя бы немного хлеба. Другой его ученик, Андрей, брат Симона Петра, сказал. У этого мальчика есть пять ячменных хлебов и две рыбки. Но этого мало для такого множества людей. Велите людям сесть на землю. Там было много травы, и все люди сели. Было их числом около пяти тысяч. Иисус взял хлеб, возблагодарил Господа. И раздал его сидевшим там людям. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так же он сделал с рыбой. И все ели столько, сколько хотели. Когда все насытились, он сказал своим ученикам. Надо собрать оставшиеся, чтобы ничего не пропало. Они собрали все и наполнили двенадцать корзин кусками, оставшимися от пяти хлебов, которые ели люди. Люди, видевшие чудо, которое сотворил Иисус, сказали, «Это истинно пророк, который должен прийти в мир». Иисус знал, что они хотят прийти и взять Его, чтобы сделать царем, и снова удалился на гору. Один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...